Но современные дети все чаще стремятся сделать фильмы, которые бы нравились им. Работы юных авторов можно увидеть на первом международном фестивале детско-юношеского кино «Ноль плюс». Он стартует 29 ноября. Все детали такого крупного мероприятия, что принимает областная столица, нам расскажет исполнительный директор фестиваля Ирина Егорова. Ирина Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Вот какое кино сегодня должно быть для детей? Каким оно должно быть? Ну, в первую очередь, это кино, которое дети понимают, да? То есть это современные дети, и кино снимается именно для того, чтобы оно было понятно, интересно и увлекательно детям. И сейчас большие исследования проводятся в этой области, и ищут, ищут, и, надеюсь, найдем такие подходы. Какие темы-то детей интересуют? Вот это будем тоже выяснять в нашем фестивале, что именно интересно детям. Потому что дети увлекаются, конечно, образами, те, которые известны, зарубежными образами. Но наши киношколы, анимационные киношколы, стараются переключить детей на самих себя. То есть какие бы герои хотели создать они сами. Ну вот уже какие-то работы успели отсмотреть? Конечно, отсмотрели все работы. Но работы детей – это меньшая часть нашего конкурса, потому что основная часть – это работа взрослых людей, которые снимают для детей, либо для взрослых по детям. Ну вот мы знаем, что вам поступило 170 заявок, больше 170 заявок, более чем из 25 стран мира. Вот чем объясните такой ажиотаж? Ну знаете, это была очень хорошая работа организаторов, я это так скажу. Поскольку мы еще работали и в Каннах, молодежный центр «Светокинтографистов» представляли там наш фестиваль. Поэтому была просто информация разослана, поэтому мы получили заявки. Информация была хорошо разослана. Вот, например, у нас оказалось видео аж из Новосибирска. Мультфильмы у вас ведь тоже представлены? И ребятишки 4-х лет сделали вот один мультик. Я предлагаю посмотреть отрывок прямо сейчас. Вот сейчас он режиссеру запустит. Да, история о машинке. Да, вот, можете смотреть. В одном городе шла была пожарная машина, которая очень хотела стать полицейской. И работать в полиции. Не хочу утужить пожары, потому что не было жарко это делать. А в полиции не только не жарко, даже холодно. Мешок такой, зима красиво. А еще там коррекционеры. Эх, бабы полицейской. Я понимаю, практически все работы такие же яркие, красивые, интересные. Как вы будете выбирать победителя? По каким критериям? Вы знаете, здесь, в детских студиях, мы, конечно, постарались по максимуму взять все работы. Да, здесь невозможно прям выделить победителя. Но каким-то образом постараемся это сделать, отметить вообще лучшие работы в том или ином каком-то направлении. Ну вот ожидают и мастер-классы гостей, участников. Расскажите подробнее о них. Будет самый большой мастер-класс, это воркшоп, как называется сейчас. Практическая работа для ребятишек. Ну, скажем так, ребятишек от 15 до 18 лет. Они будут снимать свой фильм, короткометражный, на тему «Человек труда». За время проведения фестиваля? Да. То есть с первого дня по последний они пройдут основу сценарного мастерства, монтажной работы, работы с актерами. Это уже те люди, которые вам подали заявки? Или еще кто-то может успеть во время фестиваля изъявить желание? Вообще-то группа уже сформирована, но в общем-то, если есть желающие, мы еще принимаем. То есть до 25 человек можно работать с такой группой. Интересно. Ну вот помимо мастер-классов, запланированы и спецпоказы. На какие темы, что там будет? Ну, знаете, как в любом фестивале, конечно, кроме конкурса, хотелось бы еще поделиться лучшими работами других фестивалей. Например, в «Прагу семьи» представить свои работы. А что там будет? Будет три работы полнометражных, вот с последнего конкурса. Вот все это можно будет узнать на нашем сайте, какие работы, когда, в какое время, где можно посмотреть. «Союзмультфильм» представляет также свои лучшие работы. В последних лет многие думают, что они уже ничего не снимают, но на самом деле это не так. То есть студия живет? Студия живет, да. И вот даже присылают работы на фестиваль. Но у вас еще будет мастер-класс, спецпоказ испанской анимации. Да. Вот любопытно, почему именно Испания? Может быть, она настолько примечательна, что нам пора в интернете искать видео? Испанские мультфильмы. Испанские мультфильмы, они просто лидируют, в общем-то, в сериалах. То есть испанские сериалы, мультсериалы не считаются очень высокого достаточно качества. Вот и поэтому, поскольку мы еще дружим с продюсерами из Испании, мы решили воспользоваться этой возможностью и привести их, показать. То есть, получается, есть школа, опытом которой можно воспользоваться. Да. Ну вот, участники прислали на фестиваль свои работы. Но какая у них дальнейшая судьба? Они уйдут куда-то в частные коллекции? Или просто, ну, показали, показали? Или выйдет все-таки на экраны то, что присылается вам? На экраны выйдет, возможно, в дальнейшем. Но, как любая судьба любого фильма, да, на фестивалях она, как правило, заканчивается. Но что хотим сделать мы? Все-таки мы проведем эхо-фестивали в других городах и нашей области, и нашей страны. Мы находим партнера для этого. И также в течение года будем показывать эти фильмы на площадках в рамках киноклуба для наших жителей. Но все-таки вот этот фестиваль, он будет кочевым, или он все-таки останется в Тюмени? Останется в Тюмени, да. Он все-таки идейный, вдохновитель в Тюмени. Поэтому, конечно же, мы хотим сделать его именно Тюменским фестивалем и в дальнейшем. И в следующем году он будет проходить здесь. Но все-таки желаем участникам, чтобы работы увидели свет. Спасибо вам большое за такую замечательную идею, за эту встречу. Спасибо огромное. Спасибо вам. Напомним, у нас в гостях была исполнительный директор Первого международного фестиваля детско-юношеского кино «Ноль плюс» Ирина Егорова. Ирина Егорова. Спасибо.